С начала года в регионе задержано 872 нетрезвых водителя. 70 из них управляли машиной в пьяном виде повторно. Число подобных ДТП не уменьшается. Какие меры приняты для предотвращения таких случаев, об этом в программе «Патрульная служба». Из года в год в патрульной службе мы рассказываем о профилактических рейдах, контроль трезвости и страшных последствиях пьяного ДТП. Но, несмотря на огромный объем профилактической работы, количество нетрезвых за рулем не становится меньше. Об административном наказании за пьяное вождение в последние годы говорится много. С 2015-го введена уголовная ответственность за повторное управление машиной в нетрезвом виде. Санкция по данному составу преступления предусматривала наказание, начиная от наложения на виновного штрафа в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. В июле 2021-го закон ужесточен. В санкцию статьи включены новые виды наказания. Это исправительные работы и ограничения свободы. Кроме того, размер или срок других видов наказания, ранее предусмотренных санкцией, увеличен. В том числе увеличен размер штрафа от 300 до 500 тысяч рублей. До трех лет увеличен и срок лишения свободы. Значительно ужесточен срок дополнительного наказания, связанного с лишением права заниматься деятельностью и связанной с управлением транспортными средствами вплоть до шести лет. Мы понимаем, что не зря законодатель предусмотрел за данный вид нарушения повторность его уголовной ответственности, потому что все мы понимаем, что ДТП, совершенные в состоянии объединения, они, конечно, характеризуются наиболее тяжкими последствиями. Участники недавней пресс-конференции привели цифры статистики. В 2021 году произошло 207 аварий по вине нетрезвых водителей. Погибло 47, ранено 255 человек. В этом же году на дорогах региона выявлено 872 нетрезвых водителя. 70 из них уже были лишены прав за пьяное вождение. Теперь таких водителей ждет уголовное наказание. Чаще всего к уголовной ответственности за нарушения привлекаются мужчины, это почти 87%, в возрасте от 30 до 49 лет, это 43 таких процента, со средним профессиональным образованием, 42%. Если говорить, что примерно то же количество, 41% это лица с средним общим образованием и только 5,5% имеющие высшее образование. Вы водитель такси? Нет. А? Вас трое, что ли, за рулем было, да, говорят? Один, 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 не так хватит. Я с мельчиком. М? С мельчиком был. Со смельчиком были? А выпили-то накануне, да? Чего надо? Я спрашиваю, много выпили? Иди отсюда. Правоохранители задаются вопросом, как быть, чем вразумить любителей садиться за руль пьяным. Не можем на уровне законодательства изымать транспортные средства и обращать их в доход государства. Вот, на мой взгляд, именно вот эта мера воздействия могла бы повлечь за собой снижение преступлений и правонарушений данного вида. Наверное, у нас граждане устроены так, что пока из кармана у них не будут забирать какое-то имущество, преступление данного вида не прекратится и так и будет совершаться, и объемы совершения этих преступлений не уменьшатся. Изъятие транспортного средства и обращение... Лишать злостных нарушителей свободы. Суды к лишению свободы практически не приговаривают наших преступников, наших пьяных водителей. Данные факты имеют место быть только в том случае, если подсудимый за пьяную езду гражданин имел судимость непогашенную или отбывал условную меру наказания. Вы сегодня выпивали? Да. А сколько вы выпили? Много. Ну, сколько? Не помню. Вы водку пили? И водку тоже. Вы заметили, что вы сбили людей на дороге? Если честно, нет. Вы сбили трех девочек. Вы не заметили, что вы троих сбили? Нет. С начала года в суды направлено 13 материалов на пьяных водителей, уже привлекавшихся к уголовной ответственности. Но если вас, уважаемые автомобилисты, не пугают ни огромные штрафы, ни перспективы судимости, подумайте о том, что одурманенное алкоголем сознание может привести к гибели ни в чем не повинных взрослых и детей. Продолжение следует... Продолжение следует...